В каждой сфере существуют свои звезды, причем выдающийся человек не всегда представляет собой образец порядочности и морали. И уж точно этого нельзя сказать о знаменитостях из преступного мира. Однако многие из них достигли такой известности, что кинематографисты не могли пройти мимо истории их жизни. Сегодня мы собрали отличных представителей жанра гангстерский бояпик, которые можно начать смотреть уже сегодня вечером. Подлинная история «Банды Келли» 2019, об австралийском преступнике Ниди Келли, уже снято немало картин, написано не меньше книг, наверное, мало какой гангстер может похвастаться тем, что его сыграли культовые личности своего времени, такие, как Хит Леджер и Мик Джаггер. Однако мы сегодня говорим о свежей работе режиссера Джастина Курзеля. Роль Келли здесь исполнил молодой актер Джордж МакКей, который просто восхитительно вжился в роль. Фильм однозначно стоит вашего внимания, кроме того, ваш мужчина наверняка заинтересуется просмотром. Однозначно фильм стоит посмотреть уже сегодня к «Ф». Подлинная история «Банды Келли. Легенда» 2015, пафосная история о британских близнецах по совместительству гангстерах по имени Ронни и Реджи. Парни работали в Лондоне 60-х годов прошлого века. Помимо своих криминальных похождений, близнецы были известны своей неуравновешенностью, что еще больше напрягало полицию всей страны. При этом простые граждане считали их чуть не героями, что очень напоминает историю Джона Дилинджора. В фильме Брайана Хелк Геленда роли «Близнецов» исполняет. Один человек, Том Харди. Интригует, не правда ли? Небанальное кино «Новичерк» «Ф». Легенда «Черная месса» 2015. Фильм «Скота Купера» выделяется на фоне предыдущих работ из списка. Картина о самом жестоком бостонском гангстере Джеймсе Балжере заставляет кровь стынуть в жилах. Настолько мощно Джонни Депп вжился в роль преступника. В истории Балжера есть интересный момент. Помимо совершения невероятных по жестокости преступлений, он пошел на сделку с ФБР и стал их информатором, однако это не помогло ему уйти от закона. Действия в фильме разворачиваются в 70-х годах прошлого века, а самого Балжера смогли арестовать лишь в 2011 году. К слову, Балжер сообщил, что фильм ему абсолютно не понравился. Но почему бы вам самим не посмотреть в эти выходные и не составить свое мнение? Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе.